О, я же машину про... Пардон, потерял где-то. Да? Вообще не помню, где я прибарковался там. Помню, рядом дерево большое какое-то. Топольное. Я давно здесь вообще? Не знаю, я на смену вступил, вы уж сидели. А, понятно. Тогда следующий вопрос. А... Это, кстати, ваш. Конечно, настырно все-таки. Ну, допустим, что алло. Что значит, допустим? Ты пьешь, что? Что сразу пьешь-то? Потому что машина во дворе стоит и дверь нараспашку. У тебя два дня дома нет. Нашлась машина. Ты домой собираешься вообще? А ты где? Дома. Нет, я домой тогда не поеду. Я тебя вообще больше видеть не хочу. Никогда. Зря заряжали. Только электричество потратили. Алин, ты меня иногда убиваешь. Два вентиля. Повернула красный, перекрыла горячую воду. Повернула синий, перекрыла холодную воду. Нет, ты что? Обалдеть. Ты и так знала, да? Значит, ты меня не для этого позвала, да? Не для этого. Денис же. Денис не уйдет. Из принципа будет сидеть до последнего. Понятно. Потому что я здесь. Семен, ну, пожалуйста, пойдем со мной на мамину свадьбу, а? Да. Я понимаю, что это будет выглядеть так, как будто мы прям такая уже вся пара и все будут, ну, подшучивать. Типа, вот, а вы, молодой, когда поженитесь… Алин, я просто не люблю свадьбу. Мне не нравится, когда в одном месте куча пьяных людей. А то, что эта куча пьяных людей будет в меня пальцем тыкать и говорить, вот, твоя мама даже уже замуж выходит, а у тебя до сих пор даже мужика нет. А ты скажи, что есть. Я так и говорю. Все время. Никто не верит. Ладно. Ну, ладно, Алина. Пойду с тобой на свадьбу. Будет у тебя на свадьбе свой мужик. И тем более, ты понимаешь, это же еще отличная, отличная возможность подружиться с Денисом. И потом там речка, там природа, там птички поют. Да ладно, хватит меня уговаривать. Я и так согласился. Ну, тише ты, все. Иди. Да и, кстати, с Денисом у нас вроде все наладилось в последнее время. Я… Или не наладилось. Я же говорю, отличный повод. Слушай, ну, вот на что он рассчитывал? Что я не посмотрю, что ли, а? Ну, как так? Мне вообще шнурки надо было намочить, тогда развязывать было бы труднее. Слушай, или все-таки надо подружиться? Надо подружиться. Надо подружиться. После его ухода часов около двенадцати мне понадобилось пойти на Оксфорд-стрит, переходя… Ой, хорошо, что ты пришел раньше. Я уже охрипла читать. Привет. Здорово. Почему так рано? А все отменилось. Миллер не пришел. Как не пришел? Вообще не пришел? Ну, да. Мы полчаса подождали и разошлись. А не пиво пить, а я домой. Ну, ты молодец. Ты альфа-самец. На меня твой сороказм не действует. Альфа-броня. А вы ему звонить пробовали? Не берет. Откуда? Оп, девочки пришли. Теперь уже… Девчонки, как хорошо, что вы у меня есть. Я даже не знаю, что бы я без вас делала. Ну, мы же твои подруги лучшие. Мы тебя любим. И ты отлично, кстати, держишься. И выглядишь отлично. Спасибо, девочки. Вы тоже очень-очень красивые. Алина, какое у тебя платье шикарное. Ты завтра в нем на свадьбу пойдешь? Прямо нравится? Нет, конечно, не в нем. Это я вообще… На самом деле, одела прям первое попавшееся, которое я в шкафу лежала. А печенье какие вкусные. Ты сама пекла? Да нет. Дороги купила. Очень вкусные. Мне кажется, что ты похудела. Да, да. Ну, мы все похудели. Что происходит? Вот что мы сейчас делаем. Сидят три взрослых женщины с высшим образованием и куда учат, как курицы. Нахваливают друг друга. Этот обмен дружелюбными посланиями психологи называют психологическими поглаживаниями. После вчерашней инквизиции я нуждаюсь в этом как никогда. Давайте-ка сделаем селфи. Давайте, да. Угу. Алло. Тань, привет. Ты не занята? Уборку делаю. Танечка, миленькая, вот я ж тебя никогда в жизни ни о чем не просила, да? Угу. Приезжай, спаси меня. Тут всем нужна срочная психологическая помощь. Мне запретили практиковать. А это не практиковать? Ты так просто тортика поесть и шампанское выпить, а? Что случилось, Алин? Приезжай, сама все увидишь. Тортик очень вкусный. Природа тут красивая. Приезжай, а. А вот сейчас ты меня реально пугаешь. Просто приезжай. Чего мы тут стоим, в общем? Маму ждем. Иду погуляю. Стоять, куда? Еще не решила, в какое-нибудь опасное место, нанюхаясь клея, утону в каком-нибудь пруду. Нет, не положено. Вот передам тебе маме, можешь идти и нюхать, что хочешь. А, мам, шатургонды принесли, на тебя брать? Ненавижу свадьбу. Ты мне рассказываешь? Я бабушке помогала свадебное платье убирать. Пойдем отсюда. Не люблю джаз. Наша задача, чтобы единственным хобби вашего мужчины были вы. Тогда эти тридцать процентов соединятся с этими пятнадцатью, и вы смело можете рассчитывать на сорок пять процентов дохода вашего льва. Я сейчас вернусь, сфотографируйте это. Мальчики, а что, у Олега нет? Нет. Это как-то странно, вообще на него не похоже. Слушайте, а может он собрал с нас деньги и сбежал? Да более нужны ему ваши деньги. Таня, наконец-то. Спасали. Что случилось? Все переругались и не хотят живиться. Кто все? Ну, мама и дядя Валера. И все? Ну, только поговори с ними. Так я не могу. Я с ними не разговариваю. Что ты? Я же говорю, все переругались. Ну что ты, как маленькая, Алин? Ты думаешь, приехал доктор и болит, сейчас он всех вылечит? Да. И как ты себе это представляешь? Я же не волшебник, и потом я даже больше не психотерапевт по решению комиссии. Таня, ты вот тоже знаешь, нашла кого слушать. Какую-то там комиссию по какой-то там этике никому не нужной. Ты, между прочим, лучший психотерапевт из всех, кого я знаю. Ага. Да. Может быть, немножко неразборчив в связях, но как специалист, ты просто гений. Пойдем я тебя с нами познакомлю. В каких связях? А ну, 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 ты сама знаешь. Пойдем? В каких связях? Так. Ну, хоть живой. Не дождетесь. Прокрасилась, что ли? Нет, я… Да пофиг. Я не поговорю. Пару мыслей я сняла. Ну, пойдем. Да, Илья, а книг-то у тебя совсем нет. Тебе бы почитать что-нибудь для развития? У Мойковского книжка есть полезная. Что такое хорошо, что такое плохо. Вот об этом и поговорим. Дядя Юр кофе принести? Да нет, Марин. Тут кофейком не обойдешься. Ты пить-то еще можешь? Если честно, не особо. Вот и хорошо. Мы тогда фруктов поедим. Ты иди, Марин. Мам, знакомься. Это вот Таня, про которую я тебе столько рассказывала. Здравствуйте. Ой, здравствуй, Танечка. Проходи, располагайся. А ты кто такая? Я тебя знать не желаю. Танечка, а ты та знаменитая психологиня, которая спит со своими клиентами? Ну, видимо, да. Вы знаете, я вообще, пожалуй, пойду. Вот. А вам тут как бы это, счастливо оставаться, как говорится. Вот так вот. Выходи замуж. Он из тебя всю кровь выпьет, а потом уйдет какой-нибудь доктор Шип. Ты, Танечка, на свой счет не принимай. Это я о них, обо всех, о мужиках. Все они козлы. Это точно. Да. Я за это платье, я ради него похудела на четыре килограмма, я по лестнице с гантелями бегала. Я неделю на одном кефире сидела, а потом две ночи моего подшивали, чтобы все влезло. А он знаешь, что сказал, когда меня увидел? Нормально. Это вообще нормально. Нет. Это возмутительно. А платье шикарное. Вот, что ему стоило это сказать. Он вообще такой. Я ради него под нож легла. А он знаешь, что сказал, когда увидел? А что, нормально? Есть ручка и бумага. Ну, как она? Я с тобой вообще не разговариваю. Тань, ну ты что, обиделась? Я же никому попала, рассказывай. Это же мама моя. Ты же поможешь, правда? У нас регистраторша приехала два часа назад, уже психует. Гости все заждались, а эти уперлись, как два барана. Ни в какую. Ну, Тань. Где молодой? Кто? Жених где, отчим твой будущий. А, дядя Валера, там пасется, на лужайке. Вот вы где. А я вас искала. Здравствуйте. Меня зовут Таня, я подруга Алины. Да. Та самая. Что значит, та самая? Что она вам про меня рассказывала? Ничего, только что психиатр. Ну, вообще ты психолог. Вот ты образованный человек. Разве это английский газон? Пырей с мятником напополам. А там монокультура. Это да. А там ваша невеста пишет список ваших лучших качеств. Чего? Я дала ей такое задание. Выписать на листочке десять ваших главных достоинств. Десять? Десять. Ну, это она до утра будет упражняться. Она же ничего не замечает. Хоть расшибись. Я за неделю такую свадьбу организовал. Здесь же департамент народного образования гимбилдинг хотел провести. Так я у них все перекупил. И с подноса увел вместе с самодой. Да здесь гирлянд, гирлянд восемьсот метров. Я же музыкантов привез. Лазерные шоу. Оператор. Настоящий. Киношный. У Бекмамбетова работал на дозорах. А торт ты видела? Три метра высотой. Думаешь, она заметила? Нет. А знаешь, что она заметила? Что у меня носки к ботинкам не подходят. Это своеобразная забота. Между прочим, эти носки она же мне и подарила. Вот видите, вы с Ниной Александровной любите друг друга. Но вы и люди вашего поколения, как бы это сказать, не доглажены. Я имею в виду психологические поглаживания. Вы не приучены отправлять друг другу позитивные послания. Ага. А три метра торт не послание. Это сложно. Надо проще. Держите. Пишите. У тебя очень красивое платье. Раз. А, ну, платье нормальное. Нормальное? Нет такого слова. Забудьте его. У нее очень красивое платье. Пишите. Слушай, а нас мама не потеряет? Я ей смс-ку отправил. Ай, ненавижу свадьбы, ей-богу. В армии легче было. А ты где служил? На Дальнем Востоке. Пограничником. Мама пограничниками всяких шизиков называет. Ну, с этим, с пограничным расстройством психики. Ну, не, я был нормальным пограничником, настоящим. Слушай, а ты прием какой-нибудь знаешь, ну, смертельный научишь? Ну, конечно. Чтобы ты потом моего Костяна прибил. Ну, пусть сам не лезет. Давай лучше я покажу тебе защитный прием. Ну, потому что оборона – мать нападения. Чего? Лао Цзи еще сказал. Ну, или там, какой-то его друг. Давай, вставай в стойку, локтем печень закрывай. Готов? Илья, что происходит? Почему Марина несчастная такая, ходит третий месяц? Я же вижу, что человек плохо. А Марин к ней не просто племянница. Она для меня, как дочь почти. Я спрашиваю, Марину, в чем дело? Она молчит. Я думаю, что же ему так расстроить? Может, кот заболел? Да нет. Здоровый. Дом сгорел? Нет. Я сижу в нем. Тогда, может, дело в тебе? Может. И что с тобой? Кризис среднего возраста? С резьбы сорвался? Бабу, Сави, а? Ну, чего молчишь-то? Есть кто-то? Нет? Уже нет. Вот это молодец. Задумался – это уже хорошо. А теперь успокой меня, старика. И скажи, что Марин теперь остановил быть счастливым. Эх, Илюша. Илюша. У меня это такие надежды были. Думаю, Марина свою счастье встретила. Так у них все хорошо. Думаю, помогу, ему еще лучше будет. Или это стало? Ну, стало же. Да, стало. А что так не уверенно? Стало, дорогой, стало. Дом такой у тебя красивый. И ездишь ты, не на запорожце клумб разбиваешь. Когда это? Маринка там была за рулем. Не важно. Я к тому, что машина у тебя хорошая, бизнес налаженный. А мне это было непросто. Очень, знаешь ли, проблемные эти участки были под застройку. Двадцать гектаров. А эта водоохранная зона, между прочим, была. И мне где-то пришлось через себя переступить. А все для Марины. Чтобы она счастлива была. А если она будет несчастлива, я же помогать тебе перестану. Тогда случится может все, что угодно. Мам, ты ж понимаешь, как для нас обоих важно счастье Марины. Понимаю. Вот ты молодец. Я здесь у входа, за колонной слева. Ага. Где твоя эта Таня, я не знаю. У меня ничего не выходит. Я не знаю, что мне с этим списком делать. Давай, я помогу. Я с тобой не разговариваю. Ага. Ладно, помоги. Так, а что нужно делать? Надо написать десять пунктов. Ага. Что-нибудь хорошее о Валере. Чтобы ему приятно было, видите ли. Здрасьте. Я на третьем пункте. Уже сломалась. Ну, ничего страшного. Это же просто упражнение. Совершенно необязательно его делать. Нет. Это не просто упражнение. Здрасьте. Я на своей свадьбе не могу написать ничего положительного о своем женихе. Может, это ошибка? Вся эта свадьба. Что? Какая ошибка? Ты же три плюса нашла? Нашла. Пусть даже Валера у тебя не идеальный. Ну, он же тебя любит-любит. Замуж тебя берет-берет. Что тебе еще нужно? Что? Здрасьте. Мой Валера не идеальный? Да ты на своих посмотри. Один козлее другого. Где ты? Их только выкапываешь. Вообще-то, Семен очень даже хороший. Я про него бы сразу целый список бы тебе накатала. Да. Ну, твой Семен хороший. Да не у тебя все хорошие, пока себя не покажут. А если Семен такой хороший, почему же его Денис так не любит? А это уже совсем другая история. Да, конечно. Ах, у нас тут небольшая авария. Есть то, что Дениса переодеть. Что случилось? Ну, немного не рассчитал расстояние. Учил Дениса удары блокировать. Удары блокировать? Ты совсем с ума сошел? А что? Все нормально. Вот. Вот твой идеальный мужчина. Бьет детей. И все у тебя такие. Один был нормальный. И то ты его не удержала. А так хоть у Дениса был бы отец, между прочим, родной. Мама, замолчи. А что? Он про тебя до сих пор вспоминает. Я его недавно на Кутузовском видела. Он там фаталки продает. Мама, ты сказала, что мой отец умер. Спасибо, мама. Денис! Отстань! Алина, все нормально. Я за ним присмотрю. Денис! Ты, ты, ты. Просто ты. Ты. Молодец. Я не знаю, Алина, как так получилось. Ну, давай, начинай уже свои изощренные издевательства. Ты ведь за этим приехала? Да. Мамочка, ну ладно. Ну, перестань. Да все нормально. Просто это же свадьба. Свадьба-то такой стресс. И все на нервах. Особенно ты. Нет, нет. Я просто дрянь. Я плохая. Я порчу всем жизнь. Я ужасная. Ужасная. На мне нельзя жениться. Во мне нет ничего хорошего. Так вообще говорить нельзя никогда. Нина, у тебя очень красивое платье. Оно просто шикарное. Вот еще. Восемнадцать пунктов. Валерочка, а я только три написала. Ну, ты же выйдешь все равно за меня, за, за человека с тремя плюсами. У тебя их намного больше. Просто я перенервничала. Валера, иди сюда. Я вообще не понимаю, как человек, у которого начнут 67 миллионов, может впасть в депрессию. Всегда же можно пойти и купить две бутылки водки. Я не пью. Олег, что с тобой? Что случилось? Меня никто не любит. Что ты такое говоришь? Девчонки с Курсова тебя просто обожают. Тебя даже мужики любят. А ты нет. Я нет. Мало ли что еще может случиться. Ты уж так сразу-то надежду не теряй. Поиздеваться все-таки приехала, да? Я приехала узнать, что с тобой случилось. Я влюбился. Ну что, совет вам до любовь. А совет мой будет такой. Не ссорьтесь, ребят. Я согласна. Ура! Ура! Букет ловить будешь? Да ну прости, пожалуйста. Ладно, забыли. Ты такая чудесная, ты такая, ты самая лучшая психотерапевт на свете. Я знаю, ты тоже хорошая, когда лишним не болтаешь. Человеку каждый день необходимы психологические поглаживания. Но не каждый день мы их получаем. Поэтому мы копим и копим их про запас, храня в каких-то специальных баночках. Однажды, вот когда мне будет плохо и я буду злая, я достану из своей баночки эти Алинкины слова, что я клёвая и не убью её. Да. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...